мне пришлось все как на войне в казанок сложить чтоб понимаете потому что гляньте на него стоит улыбается и кто рассказал спасибо что у тебя морда цела дружище больше краснокожих ты понял ты яичком смаж пожалуйста я тебя говорил чтоб ты не орал мы договорились ну типа молчи молчи ты сбиваешь страшно то он начал верещать еще больше мне показалось слоя тесто маслом и сухарями шоб не злиплись саша завалия саша саша шеф шеф я вот прям ну неистово орал на него он орал на людей да на команду свою орал на него завали она шарит пусть делает так не делается у гомонизм твигун маврацию наш капитан бен сам собі дуже шкодил він старался дуже багато дурниці мене різних говорити а я ж блин ну я роблю камон ну це ж відволяка и ты лишний раз набор дашь голову реагуешь три равиоли не сформировала саша 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 выслушай меня саша капитан не лезь ты хуже делаешь не ори так ты скажи ну типа мы люди мы слышим и понимаем ты дупля не даешь тут люди которые дают не мешаем сиди я сегодня переживал вообще массально эмоциональные взрывы вот я ну я еще в жизни так не орал эти так скажу орал в жизни конечно да но на конкурсе на мастер шеф я ни разу себя так не вел и мне максимально стыдно я понимаю что типа вот ну вот то вот так вот все но типа но это треш тебе надо учиться еще дорогой понимаешь меня это так напрягло я понял что орать бесполезно есть люди которые готовы слушать и меняться а есть люди понимаешь куда я попал господи соль не пересыпаешь потому что у нас соли достаточно фарша такой да нету там соли что ты начинаешь слышишь вы же говорите бабушки своей ты сначала попробуй а потом они на меня все здесь смотришь ты со стороны я ангидея об этом поговорили что есть есть в общем вине я поверь сверху это одно да сведу нарешки анатолий цуперяк передали стафету артему тоже за болоньезе взялася и чоловича команда смотри на меня жвеню не больше нам много не надо все и так стоп да артем ты что тупой я тебе кричу убери две третих оттуда потому что здесь овощей много я смотрю там нет ни овощей ни мяса нужно было в стороне не лезь я тебя прошу человек который имеет фартук кроме того что он морально и психически разбит ему становится похрену на все происходящее да ему получишь ли ты да иди ты тоже получи свой черный фартук выключите третий микрофон пожалуйста по голове кирпичом вот придурка он косячит каждый день блин и подводит свою команду если бы было что-нибудь тяжелое или острое я бы кинул у меня ничего не было я просто вымотекался сам в себя а может быть и не в себя я не помню я развернулся и ушел я сказал все я не хочу разговаривать с человеком который строит из себя там какого-то буйвола а на самом деле получается баран я не вижу сахар вот оно возле муската ловека где я не могу тебе сказать что мы супер экономно работали сегодня если честно поэтому поверь мне в этих условиях внутри блюда экономия была очень трудна на самом-то деле для гаспачо необходимо большое количество болгарского перца и помидоров только этого у нас не так много помидоров здесь лежит а я могу вас попросить взять помидор нет вот и за ней у нас очень мало осталось нет я вчера просил у тебя вина ты мне даже грамм не дал хотя тебя против до свидания у меня один помидор один помидор остался нет надо быть человеком всегда я до свидания человек нет да человека надо быть большой буквально с маленькой как ты ваши хитроумные планы типа никому ничего не давать какие хитроумные планы какие планы то что у нас вина была до свидания у нас реально было мало Но зачем ты ты ерепенишься? Скажи мне четко, я не дам тебе помидор, потому что он у меня лежит один. Все. Ну конечно меня это сразу цепляет, и я начинаю ерепениться тоже там в ответ, понимаешь? Потому что мне так не надо отвечать. Все, значит у нас мало помидор, у нас один он. Это не обоснованно сейчас на меня происходит. Да хоть какой хочешь. Ты вчера мне не дал, что мне надо было белого вина, мне не надо было его много, но мне надо было белое вино. Ты не дал, ты зажлобился, сказал, что типа нет. Поэтому чего ты считаешь, что с тобой не должны так поступать? Так, Симочка. Сима, не разговаривай, Женей. У нас Макс хочет забрать один помидор, а вчера у вас мало… Так у нас мало вина было, ну правда. Так я же не говорю, у нас один помидор. Один. Хорошо. Так что наезжать на меня-то? Сейчас помидоры сруются. За второго хочу проголосовать Диму. Много беготни, котлеты были сырые, переделывали ребята. Когда я посмажил, первое я разрезал, оно оказалось сыре. Воно было полностью сыре, воно пошло в смятник. Вони продолжались смажиться. Вона посмажилась, я перегортав. Я беру котлету, разрезаю, и вона была идеально просмажена. Идеально просмажена. Я ее беру, делю на четыре части, даю сусидце Альоне ей кушать. Она каже, супер. Поэтому говорить, что котлета по-киевски сырая, и мы потом ее дожаривали, товарищи, он дал мне ее горячую в рот. И она была не сырая. Также случаи с порезами. Ты работник школы и понимаешь, что это такое, и ни в коем случае не подходить к процессам, если ты поранился. Тем более мы работаем с едой и с людьми. Поэтому голосую за тебя. Я сразу ждал лекаря. И все, что я вымазал, кроме доски, потому что я сама ее вытру. Потому что там был кусочек. Я помил. И никакой краплики не было. И дальше кровь остановилась. Ей не было просто. У меня просто к нему прямой контекстный вопрос. Ты директор школы. Что ты забыл на мастер-шефе? Ты собираешься стать поваром-кондитером, кулинаром каким-то шеф-поваром? Ты хочешь со школы у тебя бросить детей? Ну, это первый у меня вопрос. Зачем тебе это надо? Пиар? Мене хочут отсторонити от мастер-шефа. Потому что про это не говорите, хиба что мухи. А чему такси про это говорите? Ем не нравится моя медийность. И им не нравится то, что я всюду. Всюду меня все знают. Они уверены, что это для пиар. Они уверены в том, что это. Но мне для детства и для доказательств я вам не выбираюсь и делать этого не буду. Фуууу. А давай, что там? Молодцы хотят? Я хочу... Это тебе не надо скоро? Надо? Да, сейчас рагу тут буду делать. Я сделал рагу. Я запек ребра для бутаяки и удона. Просто для удона. Я сделал лапшу и удон. Давай, обрезай, заворачивай и режь. Подожди, стой, длину давай мы определимся. Какая раздельная длина? Зачем? Выровняй и режь пополам. Длиннючее. Забей, нормально. Это неудобно есть. Я понимаю, но чем длиннее лапша, тем дольше жизнь китайцы. Ты что, братан? Она должна быть длинной. Она у меня получилась идеальной. Осталось ее только проварить. Дальше соус. Где капуста, которую я принес? Какая капуста? Капуста обыкновенная, которую я принес. Какая тебе капуста? В удон идет капуста. Можешь не ерать? Можешь не ерать? Можешь не ерать? Нормально общайся. Я тебе сказал, возьми лапшу и просто доведи ее. Я смотрю, подписан на канал Йоши Фудзивара. Он все готовит японское. Он показывает, как это правильно готовить. Я говорю, я в этом шарю. Почему ты говоришь, что не нужно добавлять туда ни капусту, ни болгарский перец? Ну да как это? Ну что, голую лапшу подавать с куском мяса? Ну ты меня извини, это детский сад. Лапша мяса. Да, да, да. Твоё решение. Мне не хватило красок, мне не хватило овощей. Болгарского перца, лука, капусты. Он был против капусты. Актер Погорелого театра, вот этот Аллен Делон просто. Саша, стоп. Все, делаем, как сказал капитан. Если капитан считает, что он прав, мне нет смысла спорить. Актерочку оставь там где-то под забором, будешь на скрипке бомбить.